Их не нужно учить, как обращаться с оружием. Среди миротворцев срочников нет, только опытные контрактники. У многих за плечами спецоперации на Кавказе. Марш-броски, стрельбы, БТР. Каждый день многочасовая практика. И это при том, что они еще работают на постах. Владимир Вакарчук. Вот 30 выстрелов без промаха в Брянской военной части был лучшим снайпером. Говорит, в миротворцы отбор жесткий. На самом деле это очень сложно попасть в бегущую мишень, в поднимающую мишень на 500 метров. Это надо быть действительно подготовленным и знать не только практику, но и теорию. Сегодня ветер, завтра будет дождь. Это требует непосредственно навыков. Навыков стрельбы. Этим кадром 21 год. На территории бывшей Молдавской ССР, населенной преимущественно русскими и украинцами, люди требуют создания нового, независимого государства Приднестровья. Официальный Кишинев отвечает жестким отказом. Противники берутся за оружие. В 92-м здесь в Бандерах звучали выстрелы танки и пехоты регулярной Молдавской армии. С одной стороны Приднестровское ополчение и казаки с другой. За месяц вооруженного конфликта погибло более 2000 человек. И большинство из них мирные жители. Если бы не своевременное вмешательство российских миротворцев, цифры были бы куда страшнее. Так, с цветами здесь встречали 14-ю армию генерала Лебедя. Все понимали, это значит больше кровопролития не будет. Да, Юра Приднестровья остается непризнанной республикой. Де-факто здесь свои законы, валюта, герб и флаг. Символика еще Молдавской ССР. Политическая борьба между бывшими противниками идет постоянно. Кишинев выставляет дополнительные посты на таможне. Тирасполь принимает закон о госграницах. То, что дипломатический конфликт никогда не перерастет военный, в первую очередь заслуга российских миротворцев. Очень высокий уровень доверия к российским войскам. Понятно, что это в свое время были советские вооруженные силы. Но все проживающие здесь, в Приднестровье, понимают, что российское оружие, российский солдат является гарантом мира здесь. На 15 блокпостах, которые тянутся вдоль всей границы, круглосуточно дежурят 400 российских военнослужащих. Мимо них не пройдет ни оружие, ни контрабанда. Проверка документов, осмотр машины, конечно, неудобно, но местные жители все понимают. Когда приднестровцы находят взрывоопасные предметы и сдают их миротворцам. Хотя по инструкции должны сдавать правоохранительные органы, гражданское население с одобрением относится к нахождению нас здесь, на приднестровской земле. Скоро у российских миротворцев появятся вертолеты. Возможность поднять их в небо сейчас согласуют с молдавской стороной. Приднестровье уже дало добро. С воздуха удобнее следить за тем, чтобы у 400-километровой границы никогда больше не вспыхнул огонь войны. Игорь Балдин, Владислав Додонов, телеканал «Звезда». Бендера, Тирасполь, Приднестровье.